В Караганде подвели первые итоги пилотного проекта по внедрению обязательного социального медицинского страхования. Озвучены как достижения, так и проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Экипаж космического корабля «Союз МС-12» встретили в Караганде. В составе экипажа первая страна в Объединенных Арабских Эмиратах. В аэропорту Караганды их встретил Акимобласи, Женес Хасымбек. 4 октября по всему миру отмечается День защиты животных. У нас в городе работает уникальное заведение – Кота-кафе. Это аналог приюта, где питомцы временно проживают до встречи с новой семьей. Обеспечить полную готовность регионов к СМС поручил Бердьбек Сапарабаев. В Караганде вице-премьер посетил ряд медицинских объектов и провел совещание с участием министра здравоохранения Елжана Бертанова, труда и соцзащиты населения Биржана Нурмбетова, заместителей Акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шимкента. С 2017 года работодатели выплачивают деньги в фонд обязательного социального медицинского страхования. Уже собрано 213 миллиардов тенге. По словам министра здравоохранения, эта сумма позволит сформировать резерв для обеспечения финансовой устойчивости начала системы ОСМС. С 1 января по всему Казахстану страховые взносы должны вносить самозанятые индивидуальные предприниматели. Для их удобства будут установлены специальные терминалы. Фондами страхования необходимо проработать вопрос установки плачёжных терминалов во всех медицинских организациях совместно с местными исполнительными органами, во всех поликлиниках для возможностей уже граждан, тех, которые относятся к категории самостоятельных плательщиков, одномоментно оплачивать и входить в систему ОСМС. Но не всё идёт так гладко, как хотелось бы. Нерегулярные платежи от работодателей – одна из главных проблем. Сейчас по нашей области 7,6% работодателей, это юридические лица, нерегулярно осуществляют платежи по итогам этого года. Это порядком 2400 работодателей из числа 31 тысяча. По количеству людей, вот уже коллега с КГД говорил, КГД сейчас, к сожалению, не имеет возможности видеть, сколько это людей. Мы лишь можем констатировать, что 2400 работодателей не своевременно или же вообще не осуществляют платежи в течение последних трёх месяцев. Это тоже большой риск. Здесь нам надо серьёзно поработать с ДГД. И вопрос отчётности, коллега тоже говорил, сейчас трёхмесячная отчётность, она, наверное, всех не удовлетворит, поэтому надо нам переходить на более частую отчётность по сверке этих данных. Актуализация, современные выплаты и цифровизация сельских районов. Именно эти три вопроса стали главными на совещании. В зале заместители Акимов всех областей, а также руководители управления здравоохранения. Заместитель премьер-министра Бердебек Сапарбаев особое внимание заострил на работе с населением, особенно в сельской местности. Поворота не будет. Дано поручение, но это поручение обязаны выполнить. Поэтому, начиная со следующего года, обязательное медицинское страхование должно быть внедрено. Здесь я повторять не буду, особенно, потому что сказал Наслав Мурзанчеву по трёхмесячным вопросам. Самое главное, ещё раз повторяю, учёт, актуализация и поддерживаю цифровизацию, правильную связь. Что касается пилотного проекта Карагандинской области, то весь опыт будет обобщён и передан во все регионы страны. Отмечается, что за время действия пилота в регионе выросло потребление дорогостоящих диагностических услуг, стала доступной реабилитация. В ходе рабочей поездки вице-премьер посетил медицинские организации, среди которых реабилитационный центр «Лайф-Ин». Центр работает уже два года. То есть разрабатывается программа, делается промежуточный срез, с каких результатов мы добились. И если мы считаем, что ребёнку нужно далее здесь находиться, благодаря финансированию посуточных мы имеем право его держать в месяц. Главное – результат. За Новый год у вас какие результаты есть? У нас результаты есть, что наш ребёнок по ДЦП, если учесть, что у нас был только дневной стационар, то такие круглосуточные дают больше возможностей для реабилитации. У нас ребёнок стал заниматься конным спортом, которому уже было 15 лет. То есть чем раньше мы начинаем реабилитацию, тем легче социализировать эти дети. Здесь проходят амбулаторно-восстановительное лечение, дети с ограниченными физическими возможностями и те, кто перенёс хирургические операции. В центре оказывается более 80 видов услуг и консультируют 30 специалистов. В том числе ортопеды, травматологи, неврологи, нейрохирурги и психологи. Здесь есть программа канистерапии. В ближайшее время планируют купить пони для ипотерапии маленьких пациентов. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проходят областные чемпионаты Агроскиллс и ЖАСскиллс. Форум призван повысить потенциал молодых специалистов области агропромышленного хозяйства. Посетили мероприятие заместитель премьер-министра Бердибекса Парабаев и министра науки и образования Республики Казахстан Асхат Аймагометов. Сфера агропромышленности охватывает все сферы жизнедеятельности человека. От педагогики до технологий будущего. 3D-прототипирование, реверс-инженеринг, сестринское дело и программирование. Всего в форуме приняли участие более 100 учеников выпускных классов и студентов колледжей. Они обсудили проблемные вопросы, касающиеся развития непрерывности и качества сельского образования. Агроскьюз направлен именно на то, чтобы все эти передовые технологии применить как раз таки для индустрии агропромышленной. Вот в этом как раз таки и есть разница. Все задания разработаны экспертами именно с учетом того, чтобы применить это уже в агропромышленной индустрии. Асхат Аймагомбетов в свою очередь остановился на самых актуальных вопросах – дошкольном обучении, повышении заработных плат педагогам, развитии частных школ и отмене ВОУД. В среднепрофессиональном образовании также будут новшества. Программа будет стандартизирована в рамках WorldSkills. Главный педагог отметил, что в колледже очень важны. У нас премьер-министр согласился возглавить движение WorldSkills в Казахстане. Это даст тоже очень, я думаю, мощный импульс для развития колледжей. И здесь одним из основных проблем являются старые устаревшие программы. Вроде как по закону мы должны со своими программами ходить к работодателям, утверждать у них. Но мы видим, что там частично эта работа проводится, ну, скажем так, не на совсем хорошем уровне. В итоге у нас программы оторваны от практики, потому что из-за интересованности большой от бизнеса не видим, профессиональных стандартов нету. Когда мы могли бы никуда не ходить, взять профстандарты, на основе них сделать учебные программы. Заместитель премьер-министра не упустил возможности поздравить педагогов с наступающим профессиональным днем и отметил, что казахстанская молодежь отлично себя проявляет на международных олимпиадах. Совсем недавно на соревнованиях по WorldSkills в Татарстане наши ребята заняли 16 место. Это отличный результат, заявляет Бердебек Сапарбаев, но мы отстаем в нравственном воспитании. «Связь между школой и родителями, она ослаблена. Хотя мы говорим, что есть там родительский комитет, там еще как-то их называют, но такого связи, как было раньше, результативной нету. В результате ослабилась ответственность родителей. В первую очередь родители должны отвечать за своих детей, где они вечерами ходят, чем они занимаются, почему они поздно приходят». Также заместитель премьер-министра призвал родителей заниматься дополнительным воспитанием своих детей, отдавать их в спортивные и культурные секции. Это станет залогом образованного и разностороннего развития молодого поколения. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Экипаж космического корабля «Союз МС-12» встретили в Караганде. Аким Карагандинской области, Женес Хасымбек и представители аэрокосмических ведомств России, США и Объединенных Арабских Эмиратов встретили космонавтов в аэропорту шахтерской столицы. Российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейк и первый участник космического полета к Международной космической станции из Объединенных Арабских Эмиратов Хаза Аль-Мансури вернулись на землю на корабле «Союз МС-12». Я поздравляю вас с тем, что вы успешно завершили эту миссию и вернулись. И хотел бы вам пожелать, конечно, в первую очередь крепкого здоровья и благополучно вернуться домой. По традиции от имени всех казахстанцев членам экипажа подарили чепаны, а представители Росавиации вручили матрешки с изображением космонавтов. В общей сложности экипаж провел в космосе больше шести месяцев. Алексей Овчинин и американец Ник Хейк прибыли на МКС 15 марта. Астронавт Хаза Аль-Мансури 25 сентября. Он является первым представителем Объединенных Арабских Эмиратов, посетившим МКС. Я очень горд, что стал первым астронавтом своей страны и планирую поделиться своим опытом с другими арабскими астронавтами, которые полетят в космос после меня. Очень трудно описать свои ощущения, когда видишь Землю с Международной космической станции, действительно захватывает дыхание. Хотелось бы остаться на МКС подольше. За время, пока Союз МС-12 находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли, встречали экипажи кораблей Союз МС-13 и Союз МС-15, а также работали с антропоморфным роботом Федором. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области подвели итоги республиканского поэтического конкурса «Дунигеки лер алеталай хасым». Стихотворное состязание посвящено имени выдающегося поэта, известного в народе как поэт-буревестник Хасыма Манжолова. Мероприятие подготовлено в рамках программы «Рухани Жангару». Аман Гульдус Мухамбетова приехала на конкурс из Актюбинской области. Девушка учится в Актюбинском университете имени Жубанова по специальности журналистика. В этом конкурсе принимает участие впервые. «Я очень рада, что участвую в конкурсе. Это мой первый опыт таких крупных соревнований. Во всех областей приехали Акыны, и мы очень подружились. Желаю всем удачи». Конкурс охватил около 300 творческих личностей. В этом году он второй раз проводится на республиканском уровне. Свои заявки подали 42 конкурсанта в возрасте от 18 до 40 лет из 14 регионов страны. Согласно положению конкурса, участники представили по три стихотворения – произведения Касыма Аманжолова, Абиша Киликбаева и «На свой вкус». Цель мероприятия – пропагандировать творчество Касыма Аманжолова и поддержать молодых Акынов. В Караганде очень сильная школа Акынов. Традиционно именно они занимают призовые места. В этом году победили участники из Талдыкургана. Члены жюри с учетом раскрытия тем художественного качества и стилистического своеобразия произведений распределили три призовых места. Победитель и лауреаты конкурса получили дипломы и денежные призы. Обладатель гран-приза получил 500 тысяч тенге. Полина Малюкова, Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Уже в эту субботу в Нью-Йорке состоится боксерский поединок за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. За пояс будут бороться карагандинский боксер Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко. 3 октября состоялась финальная пресс-конференция спортсменов. Головкин и Деревянченко сразятся за пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Пояс IBF ранее принадлежал мексиканцу Саулю Альваресу. Однако боксерская организация лишила его титула чемпиона за то, что тот не смог договориться в положенные сроки о бою с Сергеем Деревянченко. Выступая на финальной пресс-конференции, украинец посоветовал всем зрителям готовиться к рок-н-роллу. Мне очень приятно находиться на легендарной арене Мэдисон-Гарден и боксировать в субботу. Это для меня большая честь. У меня был очень хороший кемп. Мы очень хорошо подрудились со своей командой. Геннадий Головкин в свою очередь также обратился к болельщикам. Он заявил, что предстоит грандиозное шоу. Я реально очень рад. Нас ожидают великолепный поединок. Команда соперника большая и сильная. Все они готовы. Хочу поблагодарить людей, кто поддерживает бокс, меня, это шоу, Дазен и всех моих партнеров и спонсоров. Это великолепное время для меня и бокса в целом. Я готов и очень взволнован. Мы провели много времени для подготовки к этому событию. Ребята, если вы реально хотите увидеть битву, не пропустите этот бой в субботу вечером. В завершении пресс-конференции состоялась традиционная дуэль взглядов. Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквер-Гарден. В Казахстане бой в прямом эфире покажут республиканские телеканалы. В связи с разницей во времени казахстанцы увидят поединок в 5 часов утра 6 октября. Стоит отметить, что на арену Мэдисон-Сквер-Гарден в этот день также выйдет еще один казахстанец Али Ахмедов, которому предстоит побороться за первенство с американским боксером Эндрю Эрнандесом. 4 октября по всему миру отмечается День защиты животных. У нас в городе работает уникальное заведение – Кота-кафе. Это аналог приюта, где питомцы временно проживают. До встречи с новой семьей. Сейчас в этом кошачьем царстве царят уют и гармония. Но когда-то каждый из обитателей столкнулся с бедой и настоящим предательством. Кешу нашли со множественными переломами челюсти. Видимо, от удара тяжелыми зимними сапогами. Теперь он практически не выходит к людям. У Смайла нет задних лап, но это не мешает ему быть любимцем всех гостей. Несколько лет назад ему провели уникальную операцию по протезированию. Так что теперь улыбчивый пес может ходить. Каждый из них – это беда. За спиной обязательно беда, предательство, покалеченное. В общем-то, судьба животного и вина всему этому человек. Поэтому вот сегодня такой день, который я на самом деле вообще никогда не считаю праздником. Это просто день защиты животных. Это повод вспомнить о том, что прежде всего мы ответственны за то, что с ними происходит. За каждой этой бедой стоит человек. Сейчас здесь около 40 котосотрудников. Каждый день в кафе поступают сотни звонков и сообщений. Кто-то хочет пристроить своих котят, кому-то, жаль бездомных. Но попадают сюда питомцы через передержку. Добровольцы выхаживают котов, делают прививки, обрабатывают и составляют ветеринарный паспорт. Самое главное – встать на очередь, потому что мы не можем собрать сюда огромное количество животных. Поэтому у нас количество ограниченное. И новый котосотрудник поступает сюда только тогда, когда кто-то уходит по домам. Вот за то время, пока мы здесь существуем, мы уже более 70 животных пристроили в семьи. Они обрели свой дом. И, соответственно, за этот год 70 котосотрудников пришли уже как новички. За год работы сотрудники повидали самые удивительные ситуации. Постоянные клиенты заметили своего давно пропавшего любимца только спустя несколько месяцев регулярного посещения. Кто-то узнал своего сбежавшего кота в новостном сюжете. Инна рассказывает, что к пристройке питомцев в новую семью у них относятся с особым вниманием. – Вообще сначала они идут на две недели просто в гости. Под нашим контролем, с нашими фотоотчетами, с нашими приставаниями какими-то, как поел, как поспал. Ну и в течение двух недель это достаточный срок, чтобы понять, что животное там привыкло, что оно к вашему дому подходит, что вы вдруг резко не вспомнили, что вы уезжаете, что у тещи аллергия, что там у вас съемная квартира, хозяйка против. Ну и еще куча всяких нюансов для того, чтобы, в общем-то, отказаться от животного. Если в течение двух недель все нормально, хозяевам передают ветеринарный паспорт животного. Последние рекомендации по содержанию и большую благодарность. Сами хвостатые друзья давать комментарий на камеру отказались, но поделились своими любимыми развлечениями. Здесь на каждом шагу у них есть удочки, гамаки и когтеточки. Но, конечно, самое лучшее – это внимание и любовь человека. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Приятных выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова